Столетний юбилей, пожалуй, это дата празднования, которой в один день никак нельзя уложиться. Именно так решили члены Александра Невского братства, который отмечает в этом году вековой юбилей. В рамках празднования столь знаменательного события запланирована череда праздничных мероприятий, в числе которых и открытие фотовыставки. Духовно-просветительский центр «Святодуховский» название говорит само за себя. Здесь распространяют знания и культуру, несут свет истины, веры православной, говорят о том, что было, что есть и что будет. И очень часто проходит это просветительство через конференции, встречи, концерты, выставки. Одна из них – это фотоэкспозиция, посвященная 100-летнему празднованию Александра Невского братства. На фотомодулях представлен исторический срез трех периодов истории Александра Невского братства. Здесь показано, как все начиналось, какие были потрясения, потери, перемены, достижения и успехи. Через фотографии говорится и о настоящем, и о будущем. Мы искренне надеемся, что после нас братства будут существовать, и те дети, воспитанием, православным воспитанием, которым занимается братство, они понесут эти идеи и дальше в жизнь. У братчиков много проектов, связанные с молодым поколением. Один из них – программа «Будущее России», в которой воспитание детей идет на основе духовно-нравственных ценностей. И сам святой благоверный великий князь Александр Невский, под небесным покровительством которого находится братство, – это пример для подражания. Многие люди, наверное, приходят в церковь и ищут там семейное благополучие, здоровье, счастье, материальные какие-то блага. Александр Невский пришел в церковь, чтобы защитить, чтобы дать церкви, не то чтобы отнять что-нибудь, не попросить что-нибудь, а именно отдать. Наверное, в этом есть самая главная ценность для молодежи. Торжественная церемония открытия выставки. Нет ни лент, ни шаров, как это принято. Есть только важные три слова. А вот сейчас я представляю фото-выставку официально открытой. Епископ Кронштадтский Назарий, он же и председатель правления Александра Невского братства, отметил в своем слове, что, создавая фото-выставку, был произведен колоссальный труд. И каждая фотокарточка на стенде несет в себе огромное значение в целой картине истории братства. В этот вечер Владыка представил зрителям историка Михаила Шкаровского. На сцене Светодуховского он презентовал свою книгу «Сто лет Александра Невского братства. История и современность». Книга составлена на основе документов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, где я работаю, и архива ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это следственные дела и многие другие документы. И, в общем-то, она очень богата именно документальными источниками. Впервые многие из них опубликованы. В книге есть и биографии членов братства, которые достойны того, чтобы о них помнили, знали. Выставка будет открыта для всех желающих до 1 марта. Затем она отправится в просветительское путешествие по различным историко-культурным центрам города на Невье, области и северо-запада. В частности, будет экспонироваться в Пскове.